всем привет спешу спешу спешил наклепать хоть что-то для того чтобы вам было проще разобраться в этом рашин и кап то есть соревнованиях по искусственному интеллекту а вот так как возможно сложно было разобраться особенно кто в первый раз вообще сталкиваться с таким типом соревнований вот поэтому решил быстренько наклепать и показать что да как чтобы вам уже было проще стартануть поэтому очень сильно спешил времени было мало спешил спешил для того чтобы вы успели к первому раунду хоть что-то сделать вот итак первым делом первым делом давайте откроем документацию и посмотрим что у нас здесь есть описание игрового мира я думаю вы читали а вот есть у нас пять видов техники у каждой есть свои характеристики это тоже прочитали я думаю вот и и и и управление здесь у нас количество действий за 60 тиков всего лишь 12 ходов вот что считается ходом 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 считается действие какое-то вот у нас есть такой класс и я думаю вы это уже читали если не читали то поставьте на паузу еще раз прочитайте правила у нас есть action type от класса описано что такое action type это какие-то действия то есть игрок не может совершить новое действие в течение последних action detection интервал минус один то есть это константа которая равна там 60 ну как и было написано вот игровых ников если в течение последних игроки к он уже совершил максимально возможно для него количество действий вот количество действий у нас за за промежуток 60 тиков равно 12 оно может быть увеличено увеличено это когда будет второй раунд будут добавлены строения и вот при захвате этих строений там по-моему на 3 добавляется вот помимо этого еще там есть другой тип строения мы можем его захватить и производить технику вот но это во втором раунде первый раунд это у нас ознакомительные то есть подготовка к основным баталиям вот соответственно у нас есть несколько типов действий clear and select это мы помечаем юнитов на карте то есть для того чтобы пометить то есть это аналогично как обычно мы в стратегиях зажимаем кнопку мышки так выделяем что-то и отпускаем вот и все кто попал в эту область они выделяются так вот для того чтобы выделить всех то нужно давайте перейдем к примеру вот к примеру set action когда устанавливать action это знаешь устанавливаться какое-то действие мы указываем clear and select очистить предыдущее выделение и выделить и какую же рамку взять что выделить вот что выделить то есть устанавливается правы правая граница и нижняя как бы они за вот право нижняя граница левая верхняя по умолчанию равна нулю то есть соответственно выделяется весь экран и в данном случае выделяются все ваши дружественные юниты это первый тик мы отослали команду то есть за один тик нельзя отослать сразу там несколько сделать ходов вот следующим тиком мы уже указываем этим выделенным юнитом двигаться то есть куда двигаться есть нюанс вот это set x и set y это не координата куда двигаться это . то есть есть ваше расположение юнитов вот и вот вот это вот . вот из точки вашей где юниты находятся строится вектор направление вот в эту точку вот соответственно к примеру если вы установите set x и set y тут по нулям то это не означает что вы будете двигаться в координаты 00 это значит что вы двигаться не будете вот то есть как бы устанавливается вектор направления вот вот этими вот штуками ну давайте давайте сет 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 bottom фактор групп держи тут было set x вот 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 так устанавливает ординату точки или вектор а вот задает целевую величину смещения юнита вдоль оси ординат то есть это величина смещения соответственно 00 это значит сместиться в никуда ну то есть останутся на одном и том же месте то есть вот здесь как раз и пригодятся там всякие операции с векторами вот то есть примеру если нужно вам двигаться из точки а в точку b то вам нужно координаты точки b минус координаты точки а вот вот это и будет как раз смещение то есть поняли да двигаемся из точки а в точку б значит точка b минус . а и в результате получаем координаты как бы вот этого смещения вот вот такой нюанс чтобы вы не путались то есть это относительное смещение дальше дальше юниты где у нас тут они то есть сам игровой движок нет допускают из их столкновения соответственно вы не можете друг на друга наехать исключением являются конечно же вертолеты вертолеты это воздушные и самолеты все остальные там другие три типа техники там танки и ремонтники и бмп шки это наземные соответственно вертолеты можно разместить над наземными то есть это и думаю понятно вот 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 и так ну давайте на примере на примере я тут просто начудил много всего скорее всего участвовать я не буду в этом хотя хотелось бы но не буду только потому что ближайшие две-три недели буду сильно занят соответственно если участвует то нужно полноценно ну возможно на базе того же наклепал что-то и попробую а вот как я говорил то есть одно действие это означает вот set action то есть за один тик мы не можем установить несколько set action ну как бы мы можем но они будут проигнорированы вот то есть будут выполнены последние и для каждого действия есть дополнительный набор характеристик к примеру что я сейчас делаю то есть это я сделал такую очередь действий и к примеру я это у меня singleton и я в любом файлике своем могу ну к примеру давайте где-то труб это войска мои к примеру сдвинуть какой-то тип войск то что я делаю я в очередь действий сначала указываю команду выделить по айдишки а вот соответственно 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 выполняется вот эта команда уходит в очередь дальше говорю двигаться куда следующим тиком будет выполняться вот эта команда вот соответственно для того чтобы к примеру на выделить какой-то тип техники то уму есть такая команда set vehicle type то есть мы указываем тип техники сюда передается тип техники тип техники у нас вот он хранится то есть стандартных классах дальше установили потом set action то есть указываем что очистить предыдущие выделение и выделить ну и указываем правую нижнюю точку то есть левая верхняя она по нулям то есть выделяем на всем нашем поле нужный тип нашей техники вот следующим это если вы хотите установить айдишку группы то есть как стратегиях можно разным типом войске не просто типом разным отдельным юнитом устанавливать как бы горячие клавиши если кто играл то знает да там контроль 1 контроль 2 вот по выделяли а потом можно по горячим клавишам выделять эти боевые соединения и пускать их в бой точно так же и здесь что-то мы выделили в данном случае выделяю по типам техники у меня 5 типов техники и 5 групп есть вот соответственно вот я выделил указал тип техники следующим действием обязательно должно быть то есть следующем тике сайн то есть это означает сет экшен и вместе с этим с этим действием сайн нужно номер группы вот сет групп то есть если мы к примеру откроем экшен тайп экшен тайп давайте мув откроем здесь справка не очень конечно детально расписано но все же если несколько раз что-то перечитать можно понять так где тут у нас сет экшен ну да елки-палки где-то ж было где-то было где-то было описано это все это у нас действия где-то где-то ж было угол фактор группу left right top а здесь здесь принципе вот можно можно да здесь надо внимательно все перечитать к примеру установить угол что такое угол угол поворота для это этот параметр является обязательным для действия поворот то есть если вы захотите повернуть ваши выделенные войска относительно какой-то точки то нужно установить ассет x и давайте перейдем 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 вот сет x и сет y у стандартного класса move дальше обязательным условием еще будет нужно установить set angel и то есть действия поворот для поворота читает значение угла и точки если вы это не укажете по умолчанию угол будет нулю рай дальше к примеру установить группу set group вот это является опциональным параметром для действий clear and select но является обязательным параметром для действий sign то есть если вы хотите установить номер группы то когда вы будете запускать действие set action и action type assign то вам обязательно нужно еще установить группу вот плюс обязательным параметром является еще для демис дисбанд дисбанд вот корректными значениями является целое число то есть номер группы от 1 и до это константа у game есть такая константа по моему она равна сотне максимум 100 100 групп можно вот соответственно если внимательно читать вот это все то здесь написано для каких действий какие параметры то есть являются обязательными вот у меня же все как бы по простому я выделяю тип техники и задаю ей группу а вот пять групп пять типов техники это я нас делаю на старте инициализирую то есть ну вот у меня такой код есть в котором я инициализирую а дальше дальше я сделал себе такой классик очередь для того чтобы действия не игнорировались потому что если за последние 60 тиков мы выполнили к примеру 12 действий и пытаемся выполнить следующие действия то они будут тупо проигнорированы вот соответственно для этого что я сделал я сделал такую штуку как вот это лишнее это я удалю очередь что я храню в этой очереди в этой очереди я храню номер тика то есть у меня просто есть очередь всех действий и когда я выполняю пытаюсь выполнить какое-то действие ну вот к примеру я текущий номер тика спрашиваю и смотрю в истории тиков размер этой очереди больше нуля ну понятное дело пустая эта очередь или нет если эта очередь не пустая то я беру первый элемент этой очереди и сравниваю он больше чем декшин этот интервал то есть этот декшин интервал это у нас по моему этот как раз интервал 60 вот для чего это дело ну к примеру меня выполняются команды и по хорошему вот номера тиков ну когда идет инициализация вот такая первый тик одна команда потом вторая третья четвертая пятая шестая седьмая восьмая девятая десятое то есть это я выделяю и инициализирую первый тип техники потом второй тип третий четвертый и пятый тип техники то есть в данном случае у меня очередь уже размер ее равен десяти так вот дальше к примеру следом я задаю движение то есть это у меня тик одиннадцатый и двенадцатый вот к примеру уже очередь заполнилась то есть я могу дальше эту очередь заполнить тринадцать четырнадцать пятнадцать то есть в данном случае это просто номера тиков в которые выполнялись какие-то команды так вот фронт это возвращает первый элемент очереди я погнал заново единичка вот я возвращаю его и тик беру текущий тик ну к примеру сейчас текущий тик там будет шестнадцать шестнадцать минус один больше чем вот этот detection интервал а вот этот detection интервал равен шестидесяти нет он не больше значит у меня в очереди вот это все сохраняется то есть очередь вот такого вот размера соответственно вот этот if не выполнится что я делаю в этом if в этом if в этом if я сравниваю размер вот этой своей очереди и соответственно если вот этот размер меньше чем наше ограничение то есть в данном случае двенадцать то ну тут надо еще учитывать захваченные здания я не учитывал потому что вряд ли я буду участвовать ну ну ладно это такое так вот если меньше то тогда выполняется какое-то действие из очереди в данном случае ничего выполняться не будет пока до тех пор пока не не будут тики ну к примеру в данном случае будет тик 61 вот 61 есть 61 больше то есть дальше вот соответственно вот здесь я определяю ну как если больше если вот этот тик 61 меньше там 1 вот 60 вот надо больше равно короче ну в результате если у нас эти 60 тиков последних прошло то вот это удаляется из очереди в данном случае у нас удалится раз два то есть на каждом следующем тике вот это будет удаляться 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 а тут тики будут расти к примеру уже 80 будет то 80 минус 7 больше чем 60 больше соответственно из очереди удалиться а вот здесь если очередь действий есть то то будут выполняться эти действия но это я так схематически попытался объяснить если вам вы не поняли то то что такое бывает поэтому лучше просто для себя попробуйте решить вот такую задачку чтобы больше чем 12 действий за последние 60 тиков не выполнялись это нужно контролировать самому вот я у себя это сделал и соответственно все действия мои не теряются то есть они в очереди вот этой очереди накапливаются и потом если все у нас отлично если за последние 60 тиков 12 ходов не было сделано то выполняется этот ход соответственно я на старте игры могу раскидать все эти действия сразу же ну то есть задать какую-то стратегию вот кому куда поехать и оно постепенно все будут ехать туда куда нужно вот ну к примеру вот у меня есть инициализация своих войск нет вот инициализация инициализация просто здесь выделяю по группам и вот я задаю действие задаю выделить тип техники это у нас по моему ремонтники то есть выделить присвоить группу выделить присвоить группу в результате 10 действий я закинул и у меня запас еще остается два действия вот 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 ну можно ладно не можно короче у меня такая идея то есть основная идея для того чтобы вам было удобно этим всем пользоваться то есть создавать что-то наподобие такого ну не так как у меня но наподобие чтобы вам было удобно пользоваться вашими войсками у меня что я не делал нету просто времени у меня нету обновления то есть по хорошим на каждом тике надо обновлять ну а может и не надо какие войска у вас остались сколько там техники и т.д. и т.п. вот я этого не делаю я на старте игры раздал команды то есть повыделять все войска после чего на одиннадцатом тике я делаю вот это что я делаю смотрите я создал армию армия у меня состоит из 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 тупо забит массил размерностью 5 то есть count это стандартное перечисление стандартного класса вот и и и я создал отдельный класс труп войска у этого войска я уст ну при нициализации устанавливаю тип группу и вычисляется его верхний угол то есть он на карте размещен то есть каждая единица имеет радиус 2 то есть диаметр 4 и каждая единица считается как окружность вот единица ну войска вот это окружность вот и соответственно не на первом раунде получается 10 на 10 то есть у нас 500 войск 500 юнитов 5 видов соответственно каждый вид имеет 100 юнитов то есть это такая сетка 10 на 10 а вот и я вычисляю их не расположение левый угол верхний и правый нижний ну центр высчитываю все такое вот и просто вот у меня есть у каждого типа войска просто такая функция move to в которой я просто задаю в свои экшены то есть очередь действий задаю выделить группу такую то и отправить двигаться туда вот ну как бы это вектор уже передается и у меня есть такой классик как армия армия просто содержит этот массив и для простоты вот я возвращаю вернуть это ремонтники это самолеты вертолеты бмпшки и танки вот я возвращаю и дальше я им задаю движение то есть но идея следующее где тут моя стратегия в том что вот здесь я уже использую объект армии получаю к примеру вот бмпшки дальше получаю вертолеты то есть их не центры дальше мне вертолеты нужно направить чтобы они были сверху бмпшек что я делаю я из бмпшки из а вычитаю б то есть получают этот вектор смещения то есть dx и dy вот это смещение и своим вертолетом указываю двигаться по этому вектору по этому смещению а вот дальше на 60 тик это так я уже просто здесь какой-то особо сложной логики нету это просто для демонстрации того что нужно вам сделать так чтобы было удобно управлять вашими войсками помимо управления надо еще сделать какие-то функции классы которые обновляли бы информацию в данном случае меня я не не вычитываю информацию о врагах появились они не появились у каждого типа техники есть дальность обзора соответственно к примеру у у у world world он возвращает get вверх и лес update то есть это возвращается вектор тех 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 типов техники которые в данном случае вот обновились то есть в справке написано это возвращается вектор тех юнита у которых хоть что-то изменилось в данном случае координаты там координаты по-любому меняется что-то еще ну короче не буду отнимать времени и об этом внимательно почитать так вот соответственно ты получает от вектор и пробежавшись по нему нужно нужно определить есть ли враг или нету рядом с вами вот хотя я не знаю тут принадлежность кругу что-то я не вижу ну да ладно тут ничего не буду говорить потому что этого не делал может быть будет время сделали но вряд ли так вот в данном случае меня пока меньше там 11 тиков то я обновляю информацию войсках почему все сделано вот так а потому что каждый тип войск инициализируется случайным образом соответственно он в левом верхнем углу инициализируется эти типы войск но их не расположение каждый раз случайно вот поэтому нужно нужно их определить где кто стоит чтобы потом можно было как бы удобно перемещать то есть моя идея была какова определить где кто стоит в данном случае у нас пять войск соответственно это максимум будет массив 3 на 3 вот ну к примеру да то есть мы можем это и вот в этом массиве верхнем левом углу случайно расположение но может быть вот здесь танки вот здесь вертолеты вот здесь бмп шки либо ну то есть все крутится вот здесь то есть моя идея была следующий определить где находятся ремонтники ну к примеру они находятся вот здесь так так координаты я уже знаю дальше поставить сверху ремонтника вертолеты примеру но для этого нужно построить путь и чтобы они сюда прилетели вот и не столкнулись ни с кем возможно обходной какой-то путь дальше вертолеты тут можно было бы поставить танки сверху самолеты а вот а тут где-то бмп шки хотя не давайте ремонтники тут а с вертолетами потом тут у нас танки и сверху самолеты а тут у нас бмп шки ну к примеру вот то есть можно бы изначально определить дать ему некое такое это координаты то есть какой колонке в какой линии в какой колонке находятся и потом просчитать там как как кому куда двигаться то есть подготовиться то есть по построить какой-то строй дальше вот этот строй можно развернуть относительно к примеру центра его можно развернуть понимаете то То есть определить и на каждом обновлении, когда враг приближается, определить с какой стороны он приближается. И тупо развернуть его, может быть даже вот сюда поставить, там тройка и пятерка, танки. То есть в данном случае, если враг будет приближаться вот отсюда, по хорошему, да, то получается у него тут будут, что у нас тут. Короче, какие-то тут войска, тут какие-то войска, это ремонтники, они как-то там будут лечить. То есть возможно нужно будет этих сдвинуть сюда ближе к ремонтникам, чтобы они лечили. Ну, к примеру, то есть я думаю вы поняли, то есть как-то построить строй. И когда враг приближается, определить с какой стороны и тупо разворачивать относительно вот центра наш вот этот нос основной. Вот, была у меня такая идея, но времени нету это делать. Вот, соответственно, вы должны помнить, что расположение войск абсолютно случайно. Поэтому вам нужно поломать голову, как определить, кто где находится. Дальше, когда я определил, кто где находится, у меня уже есть армия. А я уже знаю, что после 11-го тика, ну после 10-го я уже всех определил. И я могу уже пользоваться своими войсками. Ну, в данном случае они еще живы. То есть я не знаю, как будет на тике там тысяча, кто из них будет жив. То есть я тут уже не знаю, кто жив, потому что информацию эту не обновляю. Вот, но в данном случае я с 11-го тика. Вертолеты летят, становятся сверху БМП-шаг. Дальше самолеты летят, становятся сверху танков. Вот, и потом, потом ремонтники едут к танкам. Ну, давайте посмотрим, что получится. Запускаем localrunner.sh. Запустили. Вот, сейчас он, вот оно. И ожидается наша стратегия. И запускаем нашу стратегию. Вот, сейчас она запустится и подключится. И мы посмотрим, что получилось. Так, вот видите, вот столкновение произошло. То есть это вертолеты полетели, столкнулись с самолетом. Соответственно, они стали так и стоять, тупят. Когда этих вертолетов убьют, то самолеты продолжат свое движение. Вот. И вот, прилетели. То есть атака происходит автоматически. Если нет такого понятия, как кулдаун, то есть это время восстановления, то войска атакуют. Вот. Ну и здесь идет возня, убивают. Пока я веду пачка. У меня 200, у противника 198. Вот. Закроем. Закроем. Запустим еще раз. Сейчас вы увидите, что расположение будет уже совсем иным. Но с этим можно бороться. Для отладки своей стратегии, как с этим можно бороться. Так, так, так. Где оно? Ага, вот. О, как вы видите, уже было расположение другим. И ремонтники уже сюда. Ну, как бы тоже не очень. Ну, да ладно. Сейчас посмотрим, какой будет результат. И дальше я покажу, как можно бороться с вот этим случайным расположением. Чтобы, к примеру, отлаживать свою логику. И каждый раз не были случайные значения. Ну да ладно, закрою. Вроде все нормально. Так, так, так. Для этого вам нужно отредактировать... То есть, есть такой файлик. localrunner.com. Localrunner.com. Вот. Потому что он на вход всегда будет получать какое-то вот такое число, основу, отталкиваясь от которого будут вот эти вот случайные значения. Давайте запустим и убедимся в этом. Убедимся, запустим. Да, елки-палки. Вот. Ну, вот что получилось, да, при единичке. Вот такая вот каша-малаша получилась. БМПшки, точнее, ремонтики поехали к этим, столкнулись. Ну, такой строй, я думаю, больше проживет, чем предыдущий. Потому что они здесь все в куче. Ремонтники тут друга ремонтируют, и танки ремонтируют, и всех ремонтируют. Вот. Тут гораздо больше очков уже получил. Теперь запустим второй раз. Второй раз запустим. Чтобы убедиться, что все у нас... Что генератор, как бы, вот этих случайных чисел работает точно так же, как и в предыдущий раз. Так. Запускаем. Ну, как мы видим, все точно так же. Вот. Поэтому очень удобная вещь. Я, когда первый раз участвовал давненько, об этой фишке узнал. Узнал не сразу. В результате, если бы знал раньше, она бы сэкономила мне кучу времени. Вот. Ну, а почему я не знал? Только потому, что нужно читать документацию. Поэтому почитайте, что есть в этих свойствах. И, соответственно, ну, где-то на форумах еще, может быть, что-то подскажут. Вот здесь можно задавать свои значения. Вот. Плюс, я так понимаю, вот здесь можно локальной стратегии, либо, либо, либо Quick, либо какой-то Smart. Ну, с этим можно поэкспериментировать. Вот. Это те свойства, с которыми запускается вот этот эмулятор. Дальше. Как отправлять? Отправлять можно либо одним файлом, либо же архивировать только те файлы, которые участвуют. Вот эти файлы, Model, SimpleSocket, их нельзя, не нужно архивировать. Архивируем только MyStrategy. Дальше. Какие еще файлы мои? Strategy.cpp и Strategy.h. Они были. То есть, вот только мои файлы. То есть, вот это вот добро я архивирую. Вот. И отправляю. То есть, сервер принимает, их не сервер, их сервер делал, делал, делал. Он принимает только, либо один файл, MyStrategy.cpp, и вы там должны всю эту логику, либо же множество файлов. В данном случае я отправил, и не, 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 не отправил MyStrategy.cpp. То есть, я как бы заархивировал все, кроме вот этого. Ну, то есть, вот это все заархивировал, то, что выделено, MyStrategy, что-то забыл. Соответственно, ошибка компиляции произошла. Вот. Вот я отправлял один файл, ну, потом отправил архив. То есть, я проверил, все работает. Но тут написано. Если ваше решение состоит из нескольких файлов, вы можете пройти zip-архив. И здесь четко написано. Дальше. После того, как вы отправили свое решение, вы можете посмотреть свои попытки. Это номера ваших отправлений. А вот. Ну, это вообще сколько всего, я так понимаю, было отправлено. То есть, потому что между моей первой отправкой и второй, это решения одни и те же были. Вот произошло, как вы видите, 8 уже каких-то отправок других игроков. Это ваши попытки. То есть, вы можете клоцнуть на свою попытку, к примеру, и увидеть, увидеть, увидеть ее код. То есть, все это сохраняется. А вот. Дальше, дальше. Мои игры. Это я, можно создать игру. Это я создал игру с каким-то товарищем, который меня победил. Но неудивительно, потому что у меня особой логикой, интеллектом, мой искусственный интеллект не блещет. Можно посмотреть игры со мной. Ух ты. Я у кого-то выиграл даже. Давайте посмотрим. Ну, наверное, тоже у человека самая простенькая стратегия для знакомства. Ну, о чем я говорил. Лучше отправлять... Блин, а где я закрыл? Походу закрыл. Давайте посмотрим еще раз. Вот. О чем я в первом видео говорил. Лучше отправлять сразу, когда у вас хоть что-то есть работающее. Лучше отправлять его сразу, потому что будут уже идти какие-то... Эта система автоматически начинает ваши стратегии проигрывать со стратегиями других игроков. То есть, вот летит другой игрок и практически сразу помер. Потом летят самолеты, они помирают. Потом вертолеты помирают. Вот. То есть, я вот уже со старта разбил, походу, все его самолеты и вертолеты. Потому что он отправил. Кстати, как вы видите, скорость у каждой типа техники разная. Но можно эту скорость для всех типов техники поставить одной. То есть, для этого есть специальные функции. Вот. Для того, чтобы ваша техника двигалась синхронно. Ну, в принципе, что, неплохо. Вот я тут встал, стою и ожидаю, пока меня приедут и разобьют. Вот. Соответственно, можно было бы здесь, да, вот так вот поворачивать. Если бы БМПшки стояли бы где-то вот здесь, в середине, и мы бы вернули свою технику, то польза была бы больше. Видите, вот они где-то не сталкивались, и они едут уже несинхронно. Кто-то быстрее уже подъезжает, кто-то медленно. Ну, такая, это самая, видимо, простенькая стратегия. Поэтому неудивительно, что она проиграла. Вот. Кроме всего, можно создать игру и указать, к примеру, себя и какого-то другого игрока. Там, ЖЖЖ, к примеру, какой-то. Вот, Леги Лак какой-то. Ну, я не знаю, кто это, но давайте попробуем создать. Вот. И игра тестируется. Вот. То есть у меня версия 3. Ну, как бы это одно и то же решение. Там особо ничего нету. Вот. Соответственно, можете создавать игры не только свои с кем-то, а чьи-то с чьими-то. Вот. Ну, к примеру, там есть лидеры в таблице рейтингов. И посмотреть, как они, как они там друг другу воюют. Соответственно, что мы тут видим? Есть мои игры. Это то, что мы создаем сами. И игры со мной. Это то, что система... Ну, вот, вот система. Это не я создавал, это создало систему. Что вот здесь и написано. Создатель, да? Вот. Ну, и дальше рейтинг. То есть, соответственно, вон уже по чуть-чуть у меня вот рейтинг растет. Соответственно, если более-менее нормальная стратегия будет, которая, ну, не просто в тупую куда-то едет, да, то у меня рейтинг начнет падать. Вот. Давайте посмотрим. Классно я на себя. И, как я видим, рейтинг вырос. Так неплохой. Но это до тех пор, пока... Ну, вот, к примеру. Ну, тут я тоже выиграл. Ну, счет не такой уж большой разрыв. Вот. Ну, это только первая версия игры. Ну, вот, к примеру, да, вот человек загрузил, Иван Кирьянов, к примеру. Загрузил свою версию. И вот пошло тестирование. И видите, постепенно рейтинг идет и идет вверх. Поэтому советую сразу же, более-менее рабочей версии, добавлять, чтобы ваш рейтинг шел. Если вы хотите попасть в раунд 1 и раунд 2. Вот. Потому что... Что? Ну, в раунд 1, по-моему, все попадут, а вот в раунд 2 зависит от рейтинга. Вот. Ну, 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 надеюсь, в общем, я все рассказал. То есть, помните, что движение... Что, 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 еще раз. То есть, помните, что за 1 тик можно выполнить только 1 ход. И то, если этот ход... И то, если за последние 60 тиков не было больше, чем 12 ходов. Вот. Соответственно, что попробуйте что-то сделать очередь в действии. Дальше. То есть, это мы помним. Дальше. Движение. Move. Move. Вот это set x и set y. Это относительное смещение. Вот. Это вектор. Об этом тоже помните. Но об этом всем написано в справке. Вот. Поэтому вот. Тут все написано. Если внимательно ее прочитать, все станет гораздо проще. Намного проще. Ну, и дальше попытайтесь сделать так, чтобы было просто удобно работать с вашими войсками. Вот в данном случае, вот здесь, мне кажется, это очень удобно. Я указал, какие виды техники, куда двигать. Вот здесь указал, здесь указал. Все. То есть, я уже не парюсь над тем, чтобы выполнять вот эти кучу действий. А вдруг они не будут проигнорированы. И об этом я тоже не парюсь. Я об этом позаботился. И они ставятся в очередь. Все эти действия. Соответственно, ни одно из действий не пропадет. Поэтому будьте внимательны. Если ваши действия пропадают, значит за последние 60 тиков уже было выполнено максимум операций. То есть, 12. Вот. Ну, надеюсь, я ничего не забыл. Если что-то я забыл и вам что-то непонятно, напишите в комментарии. Попытаюсь я ответить. Вот. Так. Запуск раннера сказал. Настройки сказал. Вот это очень важная вещь. Она здорово помогает при отлаживании. Установили что-то и у вас постоянно один и тот же расклад. Вот. Ну и вот это. Я вот с этим, конечно, немного подзадолбался. Ну, не читал эту справку сильно. И вроде и выделял войска, но они не ехали. Поэтому просто для себя попробуйте. Попробуйте как в примере. Как в примере. Ну, в справке. То есть, тик первый выделили, тик второй отправили. Там, тик третий. Тоже выделите. Тик четвертый. Тоже отправьте кого-то куда-то. Вот. Но стремитесь к тому, чтобы было какой-то удобный способ управления вашими войсками. Все. Больше не буду мутить воду и говорить об одном и том же. Надеюсь, в чем-то помог. Пишите комментарии. Делитесь этим видео. И приступайте к конкурсу. Осталось 10 дней и 5 часов. И призы какие? Какие же призы? Четвертый, пятый, шестой. Четыре терабайта. Ё-моё. В песочнице. Те, кто выиграет в песочнице, получат 2 терабайта. Это винчестер, надеюсь? Ну, походу, да. Всем участникам второго раунда. Футболки дадут. Всем участникам финала. Это не футболка, это еще с капюшоном. Ё-моё. Короче. Ого, на пятый шесть терабайта. Ёлки-палки. Ой, ладно. Поэтому все. 10 дней осталось. Знакомьтесь, чтобы вы к первому раунду уже были готовы. В первом раунде не будет строения. Строение будет во втором раунде. Все. Всем спасибо за внимание. Делимся. Подписываемся обязательно. Пишем комментарии. Все. Всем пока.